Последний шанс попасть в первый класс. Родители спешат подать документы, но во многих элитных школах все места уже заняты. Хотя вторая волна приема в образовательные учреждения стартовала только вчера. Некоторые директора досрочно завершили прием документов от детей по прописке, после обратились в комитет образования и начали набирать детей из других районов. В социальных сетях появились сотни гневных сообщений от родителей. Можно же как-то решить вопрос, открыть дополнительные классы. У нас в лицее был перебор с учениками, так директор пошла на то, что открыла еще один класс на 8 человек. Не хватает школ и детских садов. А что строится? Храмы. Вот и водите деточек в храм учиться. Здесь обязательно должна разбираться прокуратура. Набрать 4 первых класса по 30 учеников в каждом за 7 минут невозможно. Жительница Копейска не смогла записать дочь в школу по прописке. Хотя в свои 6 лет девочка победила в региональном конкурсе «Я и следователь», а на российском этапе стала лауреатом. Помнишь, как ты смотрела на тетеньку, которая тебе вопросы задавала? Страшно было? Страшно. В первый же день подачи заявлений Наталья написала обращение через госуслуги и через 13 минут после начала электронного приема. Потом передала документы лично в школу. На крылечке школы, потому как два дня еще живая очередь была инициирована родителями будущих первоклассников. И мы отмечались, приходили. У меня был номер 47. И при этом номере время подачи мной документов лично составляло 11 часов 26 минут. Не помогло даже то, что у Натальи в этой школе учится еще одна дочь. Девочки прописаны в разных квартирах. Из-за этого льготный прием в школу отменился. У нас была тема...